Если ты не боишься его, что тогда не можешь приехать к себе на родину, где ты вырос, где ты ходил, говорит Джон Рэмбо. Ну смотри, у тебя, видимо, мозг остался, развитие твоего мозга где-то на уровне 7-6 лет осталось. Я тебе сейчас дам информацию, которую тебе нужно будет, над ней нужно будет подумать, ее переварить, освоить. Молпо, не осталось мужчин в Чечне, от наших предков нам достались имя и репутация, пока жив хоть один мужчина в доме, никто не сможет даже тронуть женщин. Нет, не осталось настоящих мужчин, включая и меня, говорит Молпо. Но это, по-моему, очень жесткая оценка с твоей стороны, Молпо. Томсо, ты в своем прошлом эфире говорил, что подметать улицы это позор, работать в Сурсаде тоже позор. Нет, друзья, в прошлом эфире я не говорил, что подметать улицы это позор. Я говорил, что ездить в Россию, чтобы подметать улицы российских городов, вот это позор. Вот что я говорил. Подметать улицы своих городов это не позор, это наоборот престижно и достойно, правильно, свои улицы своих городов нужно подметать. Я вообще поражаюсь, насколько у нас люди отвращены от истины, насколько они не готовы принять вот эту вот простую правду, очевидную, из-за того, что они просто следуют своим страстям. Я столько получил сообщений по этой теме, где люди, во-первых, слышали то, чего я не говорил. Называли какие-то там, как будто бы я по каким-то национальностям там прошелся. Говорили, вот ты назвал там такой-то народ, значит, недостойным, хотя я вообще того не говорил. Начали вообще сравнивать, говорят, что там, типа, он Кабу подметать, значит, что типа позорно. Ну, настолько, как такие глупости люди говорят. У себя дома убираться, друзья, это не зазорно, это нормально. У себя дома надо убираться. У себя в квартире, в своем городе, в своей стране. В Кабе убираться, это вообще престижно. Непристойно ты должен, как бы, желать того, чтобы убрать за своими братьями, тем более в Кабе. Непристойно это, когда ты гражданин одной страны, одного государства, тем более в своей основе ты еще и принадлежишь к мусульманскому народу. А, как вы знаете, немножко поизучайте свою религию. В исламе запрещено какое-либо принижение, унижение себя перед немусульманином. Это категорически порицаемые вещи, запретные. Так вот, порицается, то есть то, что я называю тем, что не зазорно, что не нужно делать, это когда ты едешь в Россию, в чужое государство, чтобы там подметать их улицы, чтобы чистить их туалеты, чтобы делать там для них недостойную работу. Вот о чем я говорил. Вот к чему должны стремиться. Чтобы этого не делать, от этого нужно уходить. А в целом убираться, жить в чистоте, убирать свой город, это нормально. В этом нет ничего плохого или зазорного. Мистик Томсо, здравствуй. Видел ли ты высказывание Кадырова, где он сказал, что Чечня сама без помощи России может присоединять Украину к России? Он еще сказал, что присоединит Украину к Чеченской Республике. Ну да, видел я эти высказывания и, честно говоря, на месте украинцев я бы вообще как-то не обращал бы на это внимания и так демонстративно, высокомерно игнорировал бы этого человека и подобные его абсолютно ничего под собой не имеющие высказывания. Его эти приспешники, его сторонники уже показали там на Донбассе, точнее им показали, как они там Украину присоединят. Грузом 200 они уехали все домой. Затем оставшихся еще оттуда эти же донбассовцы и выперли за мародерство. Поэтому не Кадырову как бы рассказывают, что он там присоединит. Кадырова самого взяли и в свое время присоединили. У него не хватило мужества сопротивляться этому присоединению. Он взял и примкнул. Это человек, которого присоединили. Он не в силах кого-либо присоединять. Он сам из числа присоединен. Молко, не осталось мужчин в Чечне. От наших предков нам достались имя и репутация. Пока жив хоть один мужчина в доме, никто не сможет даже тронуть женщин. Нет, осталось, не осталось настоящих мужчин, включая и меня. Говорит Молбо. Но это, по-моему, очень жесткая оценка с твоей стороны Молбо. Кстати говоря, мне на Патреон пришло сообщение. Давайте я его зачитаю. Саляму алейкум. Не получается смотреть тебя в прямом эфире. Может, сделаешь для патронов такую фичу на каждый эфир по одному вопросу от патрона. Без проблем. Валейкум ассаляму араматуллах. Без проблем. Делаем такую фичу. Можете задавать вопросы в Патреон. Если согласен, тогда вот вопрос. Если ты покаешься, как Рубати, и вернешься в Чечню, Иудов будет тебя встречать у трапа с букетом? Иудову есть куда носить букеты. В этом плане у него дефицита нет. Его не оставляют в покое. Букеты их заставляют таскать по всевозможным поводам. Так что, я думаю, меня они бы встречали не с букетами, конечно, но с удовольствием бы встретили. С огромным удовольствием встретили. А букеты им есть куда не носить. И родственницы Кадырова, у которых бывают праздники, которым нужно дарить эти букеты. И всевозможные траурные какие-то мероприятия, памятники, куда нужно возлагать эти венки. В общем, у них почти весь год расписан в плане этих букетов и цветов. Тумсо, ты реально считаешь, что Рамзан до уровня Эмамали Рахмона опустился? Или в прошлый раз ты на эмоциях так сказал, когда Рамзан, как Эмамали Рахмон, оскорблял хидж? Когда Рамзан, как Эмамали Рахмон, оскорблял хиджа, бороду, хадж, мечеть? Нет, чтобы стать на уровень Эмамали Рахмона, Кадырову нужно подняться. В этой иерархии Рахмон находится выше, чем Кадыров. Так как Рахмон, по крайней мере, да, он, конечно, тиран, но он абсолютно несправедливый. Но он президент в своей стране. Да, захват власти, всё-всё-всё, что ты говоришь, это ему присуще. Но он в своём государстве, независимом, суверенном государстве, он является президентом. Он не присоединил Таджикистан к России. Да, там сейчас вы можете говорить, что он там ставленник под контролем. Это да, всё это да. Но Таджикистан остаётся суверенным, независимым государством. Поэтому нет, Эмамали Рахмон, он выше стоит Кадырова. Это Эмамали должен опуститься на уровень Кадырова. Чтобы опуститься на уровень Кадырова, он должен присоединить Таджикистан к России. Когда Таджикистан станет частью России, а Эмамали Рахмон будет там назначаемым главой региона, вот тогда он опустится на уровень Кадырова. А так Рахмон сейчас выше по уровню. А что касается, когда Рамзан оскорблял хиджаб, бороду, да всегда. Да, вот недавно с девушек снимали Никабы, его этот муфтий, приводил там ложные хадисы, оправдывал это, потом после этого пришлось оправдываться перед всем арабским миром. Это было вот сейчас, что-то быстро вы забываете. Тумса Эмамали Рахмон, коммунист и антиисламский президент. Рамзан молится, мечеть открывает, говорит, кому он молится? Кому? Какая польза от его молитвы? Субханаллах, как вы можете настолько быть невежественны в собственной религии? Неужели вы не понимаете, что молитва, она принимается у того, кто вошел в ислам, произнеся шагаду, и тот, кто воплотил эту шагаду в жизнь, кто соответствует этому единобожию? Есть свое условие, как бы. Ты можешь, если ты, если у тебя нет единобожия, у тебя нет ла и ла и ла и ла, то ничего из того, что ты делаешь, ни твои молитвы, ни твои посты, ни твой закат, ни твой хадж, ничего не принимается. Ничего, если у тебя нет этой основы. Какие молитвы, какие мечети Кадырова, Субханаллах, ничего из этого не принесет ему пользу. Ничего из этого не имеет для него никакого смысла, так как у него нет основы, нет ла и ла и ла и ла. Эммали Рахмона здесь, я его абсолютно как бы не пытаюсь как-то оправдать. Пусть они оба горят, у меня абсолютно как бы нет предпочтений в этом вопросе, но ставить их на один уровень, это верхневежество. Этот-то, по крайней мере, не российский губернатор, этот-то президент в своем суверенном государстве, в отличие от этого наместника российского. Это же разные вещи. Скажи, пожалуйста, честно, ты не боишься того, что Кадыров пошлет своих головрезов тебе в гости, а он ведь пошлет? Ну смотри, боишься, это, наверное, неподходящее слово. Бояться, это когда ты испытываешь страх по этому поводу. Нет, я не испытываю страх по этому поводу. Опасаюсь ли я этого и предпринимаю ли я какие-то меры предосторожности? Ну, разумеется. А так, ко мне уже присылали. Одного прислали, я его благополучно отправил сидеть в 12-летний срок в шведской тюрьме. Еще одного прислали в Германию, также убить моего брата. Его тоже мы, аль-хамду-лила, благополучно отправили в немецкую тюрьму. Еще суда не было. Вот-вот должен начаться судебный процесс по его делу. Тоже, иншалла, загремит на хороший срок, надеюсь. Вот, поэтому, нет, не боюсь этого, но, разумеется, опасаюсь и предпринимаю какие-то меры предосторожности. Если ты не боишься его, что тогда не можешь приехать к себе на родину, где ты вырос, где ты ходил, говорит Джон Рэмбо. Ну, смотри, у тебя, видимо, мозг остался, развитие твоего мозга где-то на уровне 7-6 лет осталось. Я тебе сейчас дам информацию, которую тебе нужно будет, над ней нужно будет подумать, ее переварить, освоить. Смотри, есть огонь. Мы его не боимся, то есть страх перед огнем мы не испытываем с тобой, но мы при этом его опасаемся, мы знаем, что огонь обжигает, что нельзя туда сувать руку, что нельзя взять накаленное железо, у тебя будет очень серьезная рана, мы с тобой это знаем. Но страха перед огнем мы с тобой не испытываем, более того, мы даже используем этот огонь в каких-то своих целях для пользы, для себя. Мы с тобой ездим, допустим, на природу, готовим шашлыки, мы там разжигаем костер, мы с собой берем угли, эти угли разжигаем, готовим на них мясо. То же самое с кипятком, мы знаем, что он обжигает, но страха перед ним мы с тобой не испытываем. Вот это вот такая вот элементарная как бы техника безопасности, бояться, то есть испытывать страх в отношении чего-то, или опасаться этого и предпринимать соответствующие меры безопасности, это разные вещи. Поэтому боюсь ли я этого человека? Нет, я его не боюсь. Но понимаю ли я, что это как вот огонь, руку туда сувать нельзя, соответственно, поехать туда домой, естественно, нельзя, понимаю, конечно, я понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok